Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен тракторной резине в Белл-160М, в простонародье Белл. А конкретно обзору по резке этой резины. Так как у нас уже нарезан протектор, и на нем мы откатали какое-то время, ездили по грязи, ездили по снегу, практика показала, что нарезка дает очень неплохой результат. Но единственный остающийся минус у этой резины, то что она довольно-таки плохо плющится, приходится травиться, то есть стравливать давление практически в ноль, что чревато тем, что она разувается. Хотим исправить этот недочет и порезать конкретно вот эту боковину, боковину между протектором и диском, что позволит ей гораздо легче, гораздо проще плющиться, сохраняя какое-то максимально возможное давление и позволяя не разбортироваться. Сегодняшний обзор будет направлен на это. Сейчас подробно расскажем, чем будем резать, как будем резать, ну и дальше все покажем. Для нарезки резины будем использовать регрувер. Регрувер PS15 TrackStar Plus. Для нарезки у нас сегодня есть несколько ножей различного размера, который из них подойдет. Определим сейчас опытным путем, и который окажется удобнее всего, тем и будем пользоваться. Начали резать, практическим путем выяснили, что лучше всего, удобнее и скорее всего быстрее будет максимально большим ножом из тех, что у нас есть в наличии. Это номер C.6. Широкий нож, его видно, можно посмотреть здесь. Это широкий нож, самый широкий из этой представленной линейки, по крайней мере из тех, что у нас есть. Режет довольно-таки широко, быстро, хорошо. Глубину взяли 3 мм. На 3 мм заглубляемся, 3 мм идет. Вот, пожалуйста, давайте покажу, как это происходит. Ставим регровер, нажимаем лёгким движением. Руку нужно набить, не резали уже довольно-таки давно, поэтому, конечно, только практика дает возможность резать быстро, удобно, ровно. На данный момент пока еще только начинаем. Первое колесо, самое начало. Думаю, на втором баллоне все пойдет быстрее, четче, удобнее, ровнее, симпатичней. На стройке на регровере выставлено 42 из 99 возможных. Практическим и опытным путем выяснилось, что, в принципе, самый нормальный нагрев. Ну, по крайней мере, для данного ножа, при данной температуре, в гараже довольно-таки прохладно. Ну, у нас уже часа два топится печка, дровяная маленькая, поэтому температура, в принципе, в гараже уже плюсовая, наверное, 3-4 градуса плюс. Поэтому при такой температуре 42 у нас оптимальная температура нагрева ножей. Нарезка колеса идет хорошо, аппарат работает без вареканий. Единственное, необходимая сноровка еще не выработалась. Все это придет по практике. Первое колесо все это придет через 10-15-20 с работы. Руки привыкают держать регровер, руки привыкают к режиму аппарата, необходимое прикладываемое усилие. Получается ровнее, быстрее, аккуратнее, четче. Первый блин, конечно, не будет комом, очень на это хочется надеяться, но, тем не менее, не совсем ровно, не совсем четко. Но ко второму колесу мы обязательно набьем руку и будет не только практично, но и более-менее прилично. Очень хочется в это верить, потому что нам ездить на этих колесах. Хотелось бы, чтобы они не были страшными. Закончили с одной боковиной первого колеса, порезали по кругу. Это то количество резины, которое срезали. К сожалению, сейчас под рукой нет весов. Ну, я предполагаю, не менее полукилограмма ушло в минус. Рассчитываем на килограмм в минус с колеса. Процесс резки идет своим чередом. Работа потихоньку движется. Только, шлють по всему, уже затупился нож. Он уже немного подгорел. Его придется сейчас менять. Сейчас заменили нож в регровере. Режет, так сказать, как горячий нож по маслу. Работа стала легко, быстро, удобно. И получается все гораздо ровнее. Получается намного ровнее. Делаешь меньше дополнительных резов. Поэтому, если собираешься много резать, нужно делать запас ножей. А чаще их менять будет намного быстрее, намного эффективнее. Вот эти обрезки, это горка обрезков. Это с одного колеса, с двух боковин. Одно колесо готово. Получилось такое количество. К сожалению, не имеем возможности взвесить. Но приблизительно около килограмма. Ну вот мы и закончили резку колес. Все четыре колеса готовы. Готовы к установке испытания. Ну а вот такое количество резины получилось при обрезке. На одно колесо уходило в среднем около часа времени. Ну а теперь осталось сравнить, как изменился вид резины. Вот так выглядела белка до порезки боковин. А так она стала выглядеть после того, как мы ее порезали. Ну а теперь осталось на практике проверить, как она будет плющиться. И насколько увеличится после этого проходимость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...